А вот ты не выполнишь такой кроссбар? Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! С вами, как всегда, Герман. И сегодня мы продолжим разоблачать чужие видосы. Вы вообще понимаете, что вы показываете какую-то феноменальную активность на канале? 62 тысячи пальцев вверх! Это просто... Мне это очень приятно, поэтому чувствуете, чем пахнет? Свежие разоблачения. Если что, далее на канале выйдет 1-2 видоса, не связанных с разоблачением рекламы. Но если вы наберете под этим роликом 60 тысяч пальцев вверх, то обещаю выпустить просто бомбовый выпуск с самыми известными рекламами футбольными и прямо разоблачить все к чертовой матери. Первый видос на сегодня, которым вы меня заспамили в инстаграме, это кроссбар практически с центра поля. Тут, кстати, опять ваша любимая штука, типа мяч за кадр вылетает. Но это еще не значит, что это обман. Давайте проверять. Друзья, сегодня со мной вместе разоблачать футбольные рекламы, футбольные видосы будет Игорь Олейник, мастер спорта по всему, что связано с мячом. А сделаешь сальто? Сейчас? Да. Да, давай. Идем? Давай. Ты мастер по самбреро. Не в смысле ты на голове носишь вот это, а в смысле, ну, типа ты самбреро. Пройдемся по теории. Перед ударом в перекладину здесь сделан финт самбреро. Это безумно сложная херня, если что. Благо у меня есть Игорь Олейник, который все это дело умеет делать на раз-два. Никаких сколов, намеков или каких-нибудь там, я не знаю, линий, которые давали бы нам понять, что это монтажик просто нет. Так еще и започна на официальном аккаунте Фреки Ерст. Одну камеру мы поставили точно так же, как на ролике, специально, чтобы было линию видно центрального круга. А вторую я уже поставил чуть более вбок, чтобы мяч не вылетал за кадр. Короче, не буду затягивать с выводом. Я думаю, здесь все очевидно. Это абсолютно не монтаж. Чисто и правда. Просто чувак немножечко не угадал с расположением камеры. Надо было поставить чуть подальше, чуть направить вверх, для того, чтобы удар был виден полностью. Тем не менее, я немножко озадачил Игоря, и помимо того, чтобы просто попасть в перекладину, я его попросил ударить так, чтобы мяч не вылетел из кадра. И в таком случае удар выглядел бы вот так. По делу я уже все сказал, этот ролик не монтаж. А вот следующий видос, это как раз то, ради чего мы с вами здесь сегодня собрались. Леонель Месси в рекламе Адидаса чеканит бутсей. Да еще и как чеканит, мать его. Просто невероятным образом у него... Его бутса контролируется невероятно легко, все врослабон, все очень просто. И согласитесь, траектория полета бутсы просто невозможна. Ну, то есть, не может бутся, а трикошетить вот так. Не надо мне писать, что я не Месси, и что это Месси, и он так может. Сука, никто так не может. Это против законов физики, понимаете? Ну, у нас нет выбора, нам пришлось разуваться и проверять это на деле. А, я первый чеканит? Давай, прием. Оп. Я так и хотел. Ладно, хорошо. 7. Мне твой шип попал в лоб. Сука, в пятку. Сука, в пятку. Нифига, нифига, нифига. Вот он, вот он, представилский скилл, а, пошел. Но я думаю, что на этом можно заканчивать. Вот ты настолько... Ой, 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 ой. В принципе, можно подстроиться и начеканить бутсы. И 10 раз, и 15. Я думаю, что и больше можно начеканить, если потратить на это больше попыток. Но согласитесь, что то, как контролируется мяч у меня, у Игоря, совершенно различается с тем, как контролируется мяч у Лиана Элемесси. Блять, потому что это монтаж. Есть два возможных варианта монтажа. И я думаю, что там использовался один из них. Первый вариант монтажа, это когда у вас на тоненькой леске привязана бутса, она, собственно, сверху. И, как бы, поддерживается все это дело. Можно спокойно чеканить. Выглядит достаточно легко, эффектно можно делать. Правда, со стороны эта херня выглядит вот так. Линию с леской можно так хорошенько подтереть, сделать качество похуже. И вот, вуаля, есть ощущение, как будто ты чеканишь бутсой. И второй вариант я показываю вам сейчас прямо в монтажной программе. Точно так же, как и в прошлом ролике с мячом. Можно вырезать бутсу по НГ и, как бы, по чеканить воздух сначала, а потом добавить анимацию, типа, там, бутсу закрутить как угодно. Это достаточно просто в понимании, но, конечно, это посекундный геморрой. То есть, ну, люди, монтажники, там, профессионалы, они сидели, мучились долго. При этом я считаю, что монтаж прям бросается в глаза из-за того, что полет бутса, ну, максимально неестественный. Я думаю, что только слепой поверит, что Месси чеканит бутсы именно вот так. Я не говорю о том, что бутсы чеканить невозможно. Ей возможно чеканить. И можно начеканить столько же, сколько он. Правда, конкретно у Месси это был монтаж. Ребят, вы слышите? Это мой кот ест, извините. А мы переходим к третьему видосу на сегодня. И здесь у нас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Реклама, я здесь босс, снова Адидас. Прям кишит вот монтажом, как, знаете, как в последней рекламе с Полем Багба, где постоянно у него какие-то киношные штуки появлялись. Все просто невероятно быстро, динамично, что-то пам-пим-пам-пам-пим-пфуф. В целом, если разбирать, то я уверен, что удары по девяткам это вполне выполнимо. И, ну, скорее всего, он действительно побил поворотом, а всякие эффектики добавили уже в монтаже. А вот удар по мусорной корзине, вот где мяч вылетает из кадра и потом так руками аккуратно забрасывается, вот это стопудовый монтаж. И давайте под конец, ну, как бы мы сделаем вывод, что все-таки это монтаж, потому что, ну, тут как бы все и так видно, все и так наглядно. И сделаем что-то примерно похожее с Игорем. Вот просто покажем вам, что так может сделать каждый из вас. И это как два пальца на асфальт. Три видеоролика мы с вами сегодня рассмотрели, и вновь у нас получилось, что один монтаж, один не монтаж, и один монтаж, но выполнимо. Реально не специально второй выпуск подряд так получается, и я хотел бы, конечно, всех нахрен разоблачить, но... Если вам все так же нравится эта рубрика, и вы хотите глобального разоблачения самых известных футбольных реклам, напоминаю, что 60 тысяч лайков, и у меня не остается выбора, придется поднимать свою ленивую задницу и снимать разоблачение футбольной рекламы. Ну а на сегодня это все, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, подписывайтесь на канал Игоря Олейника, ссылка есть в описании под видео, нажимайте на колоку, чтобы вот он прям звенел, когда выходит новый видос, и вы были первыми, кто его посмотрит. С вами был Герман Эль Классик, увидимся совсем скоро, и помните, что нельзя доверять всему, что видишь. Все, вот тут и вот тут, вот здесь видос и вот здесь. Смотри обязательно, потому что этот ты смотреть уже закончил. Все, но это только для своих, я всем не расскажу, только тебе специального рассказа. Все, давай нажимай. Нажимай. Не на меня, ну, на видос. Угу. Игорь Негода. Продолжение следует...